КОЛОБОК Они объединяют, дают возможность вырваться с работы и с детишками больше провести время. Что вам нравится? Расскажите. Что можно бегать и стать сильным. Это уже десятая по счету спартакиады дошкольников. Каждый год она собирает все больше участников. Сегодня на старт вышло 13 команд. Чтобы их сформировать, в дошкольных учреждениях проходили даже отборочные туры. Так что здесь собрались сильнейшие из сильнейших. Нас очень радует тот факт, что очень много пап принимает участие. Если в первых спартакиадах в основном бегали мамы, то сейчас большинство пап в командах. Действительно, папы боролись за победу до последнего. Подбадривали свою команду, а главное, отлично справлялись со всеми эстафетами. На работе удалось выиграть время с детьми. Праздник детский, взрослым получить удовольствие и сама атмосфера. У нас такого в детстве просто не было. Часть коллектива детского сада номер 12 «Синий цветик» пришла поддержать свою команду. И это очень помогло участникам. Сложно сегодня участвовать. Скорее эмоционально. Всем хочется победить. Все быстро бегают. Все спешат, торопятся. Азарт приходит во время соревнований. Поэтому борьба между командами развернулась нешуточно. За ходом эстафет их правильным выполнением и временем следила профессиональная жюри. Эстафеты достаточно такие серьезные, несмотря на то, что они проходят в игровой форме. Оценивается быстрота, правильность выполнения. Завершающая пятая эстафета стала самой интересной детям и взрослым. На скорость предстояло собрать 9 шаров в одну связку и отпустить в небо. После подведения итогов всем участникам спартакиады вручили медали грамоты. Победу в соревнованиях одержала команда детского сада «Солнышко». На втором месте «Колобок» и третьей стала команда детского сада «Семицветик». Призерам вручили кубки, а также сертификаты на приобретение спортивного оборудования. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.